Знаете, можно столкнуться с ситуацией, помолиться, да, и гора сдвинется, там, заболел, помолился, исцелился. Но я верю, есть другой уровень. Я верю, есть другой уровень для сынов Божьих. Есть другой уровень для наследников Божьих. Это жизнь в исцелении, то есть, когда болезнь к тебе не прикасается. Жизнь в славе. Это божественная жизнь. Есть моменты, да, когда ты наступаешь на змеи-скорпионов, на всю силу вражью, ловишь этого вора, который лезет в форточку твоего дома, сердца, да, твоего сердца, твоей души, и изгоняешь его. Но есть момент, когда ты живешь в славе, живешь в силе, живешь в его присутствии, живешь в этом благословении постоянно. И это очень важно. И Бог хочет, чтобы церковь, она вошла в сезон Божьего благословения. Пойми правильно, все, абсолютно все верующие люди, они переживают вот эти, как бы, взлеты, падения, атаки, поражения, победы. Да, праведный семь раз упадет и встанет, надает и встанет. Но суть в том, чтобы войти в сезон Божьего благословения для тебя. Это очень важно. Я хочу сегодня говорить на тему жизни в благословении. Это очень важно. Очень важно. Очень мало людей, очень маленький процент людей, они реально осознают это откровение, а еще меньше они живут в этом. Мы только, знаете, дверь только-только этого откровения, она приоткрыта. Но у тебя есть возможность вкусить, познать, как благ Господь и войти в жизнь в благословении, где нет больше борьбы. Я не верю в эту борьбу. Знаете, я видел часто в соцсетях кто-то даже, у кого-то даже там этот, ну, логотип. Иисус сражается с дьяволом. Знаете, так это надо додуматься, кто-то вместо своей фотографии поставил, Иисус сражается с дьяволом. Подожди, подожди, что-то я не понял. Кто у тебя там еще сражается? Ты вообще не туда смотришь. Дьявол, князь мира сего, осужден. Он осужден, да, он еще не скован на тысячу лет, он еще не брошен потом в озеро огненное. Ты должен понимать, что он есть, но он осужден. И ты должен понимать, что Иисус, он осудил, и он своей жизнью воскресения, своим воскресением, он превознесся. Отец его превознес над всеми именами на небе, на земле и в преисподних. Поэтому кто с кем еще воюет? Я сегодня хочу сказать некоторые принципы. Смотри, что такое благословение? Это противоположность проклятию, правильно? Когда проклятие пришло? Когда Адам согрешил. Проклятие пришло на человеческое поколение и на эту землю, правильно? Поэтому библейский словарь говорит, проклятие в библейском употреблении означает слово противоположно слову благословение. Противоположность. Либо есть проклятие, либо есть благословение. Не может оно, свет с тьмой не может соединяться вместе. Совершенный свет изгоняет тьму. Поэтому там, где есть проклятие, там что? Нет благословения. Но там, где есть благословение, там что? Нет проклятий. Пойми этот принцип. Все, что Бог благословляет, оно не может быть под проклятием. Ты можешь, знаешь, сколько хочешь связывать, развязывать, разрушать проклятие, но если Бог не благословит, у тебя проблемы. Это не потому, что у тебя сил мало связать проклятие, разрушить проклятие. Это потому, что Бог не благословил. Помните, да, написано, что напрасно бодруствует страж, если Бог не охранит города. Напрасно трудятся строящие его дом. Строящий дом, если Бог не благословляет дом. Не созиждит. Не помню, где написано, но написано. Созидание и благословение Бога это то, к чему должны мы стремиться. Ты понимаешь? Почему? Потому что в Эдемском саду вообще не было до грехопадения, не было проблем с проклятием. Почему? Потому что это было благословенно. И Бог говорит, я благословил. И сказал, весьма хорошо. И что это, это благословение? На небе нет проклятий, потому что там все благословенно Богом. Но на земле тебе нужно понять, пока эта земля не сгорела, пока все дела на ней не сгорели, здесь присутствуют проклятия. Как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете. Они никуда не делись. Проклятия никуда не делись. Почему? Потому что дьявол еще никуда не делся. Тьма еще никуда не делась. Но что такое проклятие? Это отсутствие благословения. Смотрите, интересный момент. Говорит Иеремия 48, 10. «Проклят, кто дело Господне делает небрежно». Очень интересный стих. «Кто дело Божье делает небрежно, тот под проклятием». Что-то Бог тебе поручает сделать, а ты его делаешь так, спустя рукава, как у нас говорят. Ну, как для себя. Проклятие там, где нет Божьего благословения. Многие, попадая в ситуации в этом мире, знают два места. Обычный, нормальный вот человек, который не ходит в церковь, где каждое воскресенье им проповедуют о благословении Божьем, он знает два места. Первое – это «Отче наш» молитва, правильно? И второе – «Против всех стрел, против всех язв». 90-й псалом, конечно, вы уже забыли, потому что вы живете в благословении. На самом деле, реально, я вам скажу, очень везде в молитвенниках есть «Отче наш» и 90-й псалом. Почему? Потому что все в нем перечислено, все проблемы, с которыми человек сегодня сталкивается, и сталкивался раньше, и будет здесь сталкиваться, все проблемы, эти язвы, болезни тьмы, знаете, стрелы, летящие в ночи, да? То есть все эти проблемы там описаны. И все молятся против этих проблем. Но знаете, где ответ? В первом стихе, в первом слове. Первый стих, первое слово, 90-й псалом. «Живущий под кровом Всевышнего», да? Оу! Вот здесь и заключается благословение. Понимаешь? Не заходящий под кровь Всевышнего, и выходящий. «Живущий». «Живущий». Это так важно. Жить в нем, пребывать в нем, находиться в нем. И тебе не нужно будет потом исповедовать весь 90-й псалом. Все этим начинается. И все этим заканчивается. Последний стих говорит какой? «Полнотою дней наполню тебя». То есть все, что там летит против тебя, не долетает. Ты представляешь? Вот что жизнь в благословении дает. Всякая язва к тебе не приблизится. Почему? Ты под кровом Всевышнего. Ты тенью Его покоишься. Под крыльями Его ты безопасен. Это есть благословение. Это жизнь в благословении. Это то, к чему мы должны идти с вами. Ты можешь сегодня избрать. Знаете, как в Ветхом Завете Бог говорил, благословение или проклятие, я предложил тебе. Жизнь и смерть я предложил тебе. Избережь жизнь, чтобы жил ты и потомство твое. И мы сегодня говорим. Галатам 3, 13-14. Там сказано о том, что Иисус взял на себя проклятие. Проклятся, висящий на древе. Он взял на себя проклятие, дабы благословение Авраама вам и получили. Очень интересная схема такая, еврейская. Проклятия, значит, остались там во времени Авраама и с Иисусом. А благословение нам давай Авраама и Иисуса. Так вот, я тебе хочу сказать сегодня в Новом Завете живущий. Есть как благословение, так и проклятие. Они никуда не делись. Но те, которые во Христе, Иисусе, их проклятие от неисполнения закона, они аннулированы Иисусом Христом. Ты понимаешь? Вот что значит быть в нем, ходить в нем. Это есть божественное благословение. Это божественная перспектива для тебя. Это благодать. Ты понимаешь? Сегодня очень многие читают это место, когда жертвуют, да? Интересно, Малахия 3 глава. Да, да, я очень часто слышу, что сегодня до сих пор говорят об этом. С такой точки зрения, Малахия 3, 9. Проклятием вы прокляты. Там дальше говорится, потому что вы обкрадываете меня, принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И вот акцент идет на проклятие. И некоторые говорят, Иисус взял проклятие на себя, поэтому эти проклятия на нас не действуют. Да и аминь. Я верю, что проклятие не даяние десятины, Иисус взял на себя, эти проклятия не действуют. Иначе кровь Иисуса чего-то было бы несовершенное. Все, значит, она смывает, а вот проклятие десяти не смывает. Не уплаты налога на храм не смывает. Но это, знаете, вот этот разбор, он не в ту сторону. Фокус не в той стороне. Если ты сосредоточен на проклятиях, как бы не получить проклятие, как бы не заслужить проклятие, я лучше принесу, чтобы не быть под проклятием. Ты неправильно мыслишь. Покайся, и да приедет Царство Божие. Что Иисус сказал? Покайтесь, то есть преобразите свое мышление и примите Царство Божие. Так вот, преобразованный ум, он видит в этом слове, знаете, что? Благословение. Смотри, как интересно. Дальше написано в 10 стихе, да? Не открою ли я для вас отверстий небесных и не залью на вас благословения до избытка. И вот преобразованный ум, он видит, я вижу благословение в чем? То, что небо открывается. А раз небо открывается, значит, что-то начинает изливаться. Потому что сам Бог говорит, не открою ли я, а значит, это благословение, когда Бог открывает небо. Ты понимаешь? Авраам, если мы хотим получить благословение Авраама, когда Авраам поверил Богу, это вменилось ему в праведность, и Бог его благословил, больше всех народов, которые там жили, все народы, язычники, они уже перестали молиться своим богам и спрашивать у своих истуканов, что делать. И глаза начали поворачиваться на Авраама, потому что он знал Бога, он следовал за Богом, и он получал благословение от Бога. И язычники следовали туда, куда идет Авраам. Лишь только Лот чуть-чуть не понял принцип. Язычники давно поняли. Так вот, преобразованный ум, он видит, где есть благословение. Ум, который старый, ветхий завет, он боится, как бы не подпасть под проклятие, что мне сделать, что мне сделать? Успокоиться. Сделай то, что приносит благословение, потому что у Бога всего достаточно. Ты понимаешь? Очень интересно, потому что проклятие, оно приносит рабство, оно приносит ограничения, оно все ограничивает, все сковывает. Страх, рабство, нету будущего. Но если приходит благословение, приходит ответ от Бога. Смотри, очень интересно. И в Новом Завете некоторые думают, не, не действует благословение. О, не действует проклятие. Не действует проклятие. Подожди, очень интересно. Нет среднего состояния. Видите, я техник, я практик. И я вижу, я знаю, нет среднего состояния. Либо дух этого мира, либо дух от Бога, знать, дарованное нам от Бога. Все. Но вот нет среднего состояния между, вот между проклятием и благословением, я вот здесь отсижусь посрединке. Нет. Либо ты в благословении, либо ты в проклятии по умолчанию. Пойми правильно, это очень жестко, но это истина. Смотри, очень интересно. Ученики шли с Иисусом, видят смоковницу. Иисус подходит к ней, он всю ночь молился, он голодный был, он увидел издалека смоковницу в листьях, он подошел видеть плоды, не увидел. Что он сделал? О, это вы говорите проклял. Это Петр сказал проклял. Давайте прочитаем. Давайте прочитаем. Марка, 11 глава, 14 стих. Иисус сказал, и сказал ей Иисус, отныне, да не вкушает никто от тебя плода вовек. И слышали то ученики его. Как слушают, так и слышат. Было слово проклятие? Нет. А знаете, чего не было? Слово благословения. Слово благословения не было высвобождено. И автоматически, смотри, где нет благословения, там автоматически проклятие, потому что это дух этого мира здесь, царствует, грязь этого мира здесь, тут как тут. Пойми, где нет слова от Бога, благословения от Бога, там автоматически все под проклятием, потому что эта земля, волшицы и тернии произрастают. Проклятие земли сжечь нужно. И этим Бог займется потом, да? Попозже. Но смотрите, интересный момент мы увидели. Потом они пришли в храм. Смотрите, пришли в Иерусалим, в храм. Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих, покупающих в храме. Короче, всех выгнал. 17 стих учил их. 20 стих. Продолжение истории. Продолжение истории. Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И, вспомнив, Петр говорит ему, Рави, посмотри, 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 смоковница, которую ты проклял, засохла. А Иисус-то ее не проклинал. Иисус ее не проклинал. Иисус ее просто не благословил. Ты понимаешь? Ты понимаешь, насколько это важно? Ты понимаешь, насколько это важно? Смотрите, когда была нужда, и мы говорили в прошлый раз, 5000 человек было накормлено, 4000, восьмая глава Марка, было накормлено. Чем была накормлена? Пятью хлебами, потом семью хлебами. Чем была накормлена? Благословением, умножением. Смотри, давай я прочитаю. Марка, восьмая глава, седьмой стих. Было у них и несколько рыбок. Было семь хлебов и несколько рыбок. И что написано? Иисус благословил их и тоже велел раздать. Люди ели и насытились. И еще набралось семь корзин остатков. Вот что делает благословение. Оно кормит. Не хлеба кормят. Пойми правильно. Есть божественные принципы. И здесь этот принцип. Неважно что. Неважно, что у вас есть. Что у вас есть. Ага, хлеб есть. Хорошо, давай хлеб. Сейчас, может, хлеба нету. Есть только две суши. Без проблем. Но если ты благословишь, накормлено будет. Ты понимаешь сам принцип? Сам принцип. Все, что было маленькое, но необходимое для жизни, жизнь пришла только в том случае, когда Иисус благословил. Пришло умножение. Пришло Божье чудо. Если ты хочешь увидеть чудо умножения, благослови. Ты понимаешь, насколько это важно? Я как-то смотрел передачу Сидрот и Джонгел Патрик. В гостях у него был этот человек, у которого в Пенсаколе в 95-м году пробуждение было, пастырь церкви. Он говорит, мы построили церковь, мы сделали там оркестровый такой ям, ну как бы место оркестровое, вложили туда 30 тысяч долларов и никого нету. Реально. И думаю, господи, такие затраты для кого, для чего. И он ходил, он не знал, что делать. Приходил, смотрел, плакал и уходил. Что он видел? Рабство. А потом Бог говорит, благослови. Интересно. Никого нет, музыкантов нет, никого нет. Говорит, благослови. И он говорит, я пришел, начал благословлять. Раз, начали появляться музыканты. Ты представляешь? Я вспомнил этот случай. У нас музыкантов не хватает. Я как-то пришел, вспомнил этот случай. Думаю, господи, надо же благословить. Я хожу, благословляю сцену. И за эту неделю два человека подошло и сказали, мы с нуля, за одну неделю, после той молитвы. Говорят, я вообще не знаю, я вообще не играл, но я знаю, вам нужны музыканты, и я хочу научиться. И два человека сейчас учатся. Ты представляешь? Я увидел силу благословения. Одно дело, когда смотришь интервью с кем-то, да, да, везет, классно тебе, да, ну, повезло. А другое дело, когда ты начинаешь понимать принцип. И не важно, что он в другой стране, и не важно, что это было 30 лет назад, ты берешь Божий принцип. Там, где Божье благословение, там нет проклятия. И наоборот, если нет Божьего благословения, напрасно трудится строящая. Там проклятие по умолчанию грехопадения. Пойми правильно. Все, что мы можем сегодня иметь, и имеем самое маленькое, если мы это семя благословляем на жизнь, оно принесет урожай плоды. Но если мы подойдем, да, я так и знал, не будет ничего из этого. Вот и не будет, потому что ты не высвобождаешь благословение. Потому что Иисус, Он знал, что Он делает. Он знал, что Он делает. Потому что между этими ситуациями, где Он это сделал, и потом Петр увидел, засохло, произошло что-то. Он заходит в храм и видит бесплодная смоковница Израиля. Этот случай недалеко по времени от того, когда Он был распят. Три года Он ходил. Смоковница, это прообраз Израиля. Прообраз Израиля. Он три года поливал, орошал, все, что хотел, мог делать. Он делал, плодов не было. Чудеса, знамения. Все делал, чтобы они приблизились к Отцу, приблизились к Богу. Они Его возненавидели. Поэтому это был прообраз для них, показать, как печально в храме вместо молитвы, вместо Бога начинается тут непонятно какое движение. Торгаши собрались, прибыль ищут. Ищите лица Божьего. Иисус показал на этом примере для них. Но здесь я увидел принцип. Все, что не благословляется, оно засыхает. Оно под проклятием. Знаете, вот то проклятие, которое Иеремия говорил, что проклят всяк, кто дело Божье делает небрежно. Я могу перефразировать в сфере, знаешь, через спектр нового мышления, преобразованного ума. Благословение приходит, небо открывается там, кто дело Божье делает. Брежно, да? Старательно, усердно, правильно. Спасибо. Усердно. Усердно. Смотрите, фарисеи не благословляли дело Иисуса. Они проклинали. Они говорили, это бес в тебе. Это не Дух Святой в тебе, это бес в тебе. Они не благословляли, поэтому они не получили благословение. Понимаете? Пойми правильно. Смотри. Все, что мы делаем, смотрите, Колоссянам 3,17. И все, что вы делаете словом или делом, делом. Третьего варианта нет. Либо ты ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, либо ты за ля-ля, либо ты против будешь ля-ля-ля. Ты понимаешь? Кроме того, что твой язык что-то делает, твое тело, твои дела еще что-то делают. Смотри, все, абсолютно все, абсолютно. Нет никакого исключения. Все и абсолютно все, что ты делаешь языком своим или делом своим. Все делайте во имя Господа Иисуса Христа. Благодаря через Него Бога и Отца. Ты понимаешь, насколько это важно? Хочешь иметь благословение? Хочешь? Все делай, как для Господа. Ты представляешь? Любое действие. Говоришь ты что-то, контролируешь, что я сейчас говорю. Потому что от туз своих ты либо оправдаешься и получишь благословение, либо от туз своих осудишься и будешь осужден. И в проклятии. А потом связывай, развязывай, разрушай там родовые, наследственные, Адамовы проклятия. Да без проблем. Сколько хочешь, молись, но если Бог не благословит, напрасны твои молитвы будут. Просто не потей в молитве много, а просто остановись, покайся и благословись Богом. Это так важно. Смотрите, насколько это важно. Потому что даже во времена, когда апостолы писали это послание, очень интересный момент был. Рабы были. Сейчас нет рабства. А представь, просто вообрази. Было время, где был хозяин, а были хозяины добрые и не очень добрые. Это вы мягко говорите. Злые были. Злые на всю голову. И смотри, Колоссянам, там же написано 22 стих. Интересный момент, слушай. Рабы во всем повинуйтесь господам вашим по плоти. Не в глазах только служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога. И все, что делаете, смотрите, опять все, абсолютно все. Ты даже не можешь представить, насколько рабу тяжело жилось, если у него злой хозяин. Иаков пишет, вообще хозяин не проблема. Проблема вот здесь у тебя. Потому что если ты служишь как человекоугодник угодить хозяину, а за спиной делаешь непонятно что, смотри, очень интересный момент. Все, что делаете, делаете от души, как для Господа. Он вообще хозяина не имеет в виду. Он имеет в виду, что, что ты делаешь, подметаешь, моешь посуду, ты это делаешь не для хозяина своего. Ты это делаешь как для Господа, а не для человека. Зная, что в воздаянии от Господа получите наследие. Ты представляешь? Время, когда рабы служили Господам, Яков говорит, сотри вообще этот образ Господина над тобой. Пусть образ Господа Иисуса Христа будет над тобой. И это приносило благословение. Пойми правильно. Воздаяние от кого? Потому что, если они вот так горизонтально, человек для человека, по плоти, как там сказано, не по плоти. То есть, пойми правильно, обратная сторона. Если слуга, по плоти, будет служить своему Господину, а не как Господу, знаете, служить ему, лицемеря, он, значит, будет ожидать от этого хозяина воздаяния. Какое может быть воздаяние от хозяина? Ну, там, зарплату повысит, ну, накормит на праздник больше. И все. И все. Дорогой, и все. Все, вся вот эта работа, весь твой труд языком, словом или делом, он ограничен воздаянием хозяина. Но если ты не будешь смотреть на хозяина, смотри, если ты не будешь смотреть сегодня на пастыря, на лидера домашней группы, вот я это делаю, чтобы меня увидели, чтобы меня похвалили. Нет, если ты вообще не будешь смотреть на людей, ты воздаяние от Бога получишь. Ты понимаешь? Я хочу, чтобы вы имели благословение, поэтому я тебе говорю, слушай то, что Бог тебе говорит, потому что мое воздаяние, оно очень ограниченное. Ну, похвалю я тебя, ну, помолюсь еще раз за тебя, ну, пойми, я ограничен, я хочу больше для своей жизни получить благословение от Бога, поэтому я смотрю не на апостолов, там мировых, я смотрю на Бога, я все делаю не для кого-то, я делаю все как для Бога. В любом слове, в любом деле я делаю так, чтобы прославился Иисус. И сам Иисус приходит и вознаграждает, ты понимаешь? Оно в любой мелочи, начни эти мелочи замечать, просто начни, ты увидишь массу свидетельств Божьего воздаяния. И тебе не нужно будет молиться, дьявол клевещет против меня день и ночь, я против него противостою день и ночь, день и ночь, день и ночь, как одна сестра когда-то подошла и говорит, молись за меня, молись, против меня колдует. Надо же! Говорю, можно я тебе секрет открою? Какой? Дьявол против тебя колдует день и ночь, потому те колдуны, которые колдуют против тебя, когда ты спишь, это все «Пш!» «А что ж мне делать? Молись, молись за меня!» Живущий под кровом Всевышнего, под ченью его покоится, он в безопасности, имя Господа, крепкая башня бежит в нее праведник и безопасен, вот что тебе надо, вот что тебе надо, туда не доберется он, Уже скинули, все. Все, скинули. Озим грянулся, скинули уже. Будь там, где благословение. И это во Христе Иисусе. Не выходи из этого. Просто я призываю тебя, живи жизнью благословенной. Бытие 12 глава, да, где Бог благословлял Авраама, да? Второй, по-моему, стих говорится о том, что «И будешь ты в благословении для народов». В других переводах написано «Будешь ты благословением». Знаете, что это? Это значит, божественного благословения для меня уже настолько достаточно, настолько мерую доброй, утрясенную, отсыплено, что переполнены житницы наши, и это переполнение достигает кого-то. Ты представляешь? Это не просто вот здесь, около тебя падает, и ты такой раз, и опять в карман. Нет! Это достигает народы, потому что благословение Авраама достигло народы. Ты представляешь? Ууу, точно классно! Это жизнь в благословении. А благословение – это противоположность проклятию. Все очень просто. Замени всякую тьму, убери, призови Божий свет, а тьма сама уйдет. Это Божий принцип. В совершенном свете изгоняется всякая тьма. Мне очень нравится этот пример. Принцип замещения. Когда я включаю свет, тьма расступается. Это Божий принцип. Включи свет в своей жизни. Включи свет в своем сердце. Включи свет в своем мышлении. Включи свет в своей судьбе. И небеса отверсты будут над тобой. Не открою ли я небо? Не залью ли? Говорит Господь. Вот на чем ты должен сосредоточиться. Сосредоточен быть. Что мне сделать, Господь? Как мне жить, Господь? Кем мне быть, Господь? Для тебя. Чтобы проклятие, которое Иеремия говорил, проклят, то дело Божье делает небрежно. Вообще ко мне не прикасалось. Потому что если я что-то делаю, я делаю максимально. Помните глава о дарах? Коринфянам есть и к римлянам. Так вот, римлянам 12 глава, это глава о дарах. Римлянам 12.2 преобразите ум ваш, да? И потом написано, по мере веры делай каждый. Пророчествуй, пророчествуй по мере веры. Говоришь слово проповедуй, проповедуй, да? Даятель, раздавай с усердием, с радостью. Благотворитель, благотвори. Утешаешь, утешай. И знаете, что это сказано? На все 100%. Поймите правильно, я не осуждаю, но я не понимаю, как на одном собрании церкви собирают по три, по четыре пожертвования. То есть, ты такой классный даятель, что у тебя на четыре раза хватает. Ага, ага. Четыре веры. Либо у тебя в кармане умножается. Реально. Либо у тебя все в кармане. Ты просто, знаете, смотрите, если проклят всяк, то дело Божье делать небрежно. То есть, ты не в благословении, если ты игнорируешь слово Божье. Ты понимаешь? Либо ты на 100% вытянул и пожертвовал, и оно умножилось, и опять тебя призывают второе пожертвование сделать. Ты такой, о, Господь, чем больше сею, тем больше пожинаю. Давайте, не останавливаемся. И у тебя процесс пошел. Либо ты дело Божье делаешь небрежно. Все очень просто. Смотрите, я говорю о принципах. Ты пойми правильно, если я призван проповедовать, я проповедую так на все 100%. Если я проповедовал, я сяду, и меня попросят, попроповедуй еще. Я скажу, через неделю. Можно через неделю. Я как бы могу, но я просто вот так повисну и буду в духе проповедовать. Я не могу так. Я не могу дело Божье делать небрежно. Но если я дело Божье делаю с усердием, как написано, да, про дары в 12 главе, там так и написано. С усердием. Вот тогда Божье небо открывается надо мной, и я получаю благословение. Да, может, у меня не развит этот дар даятеля, но я вижу, что что-то приходит. Реально. Когда что-то в моем сердце дать, я даю, я вижу восполнение. На прошлой неделе некоторые вещи для церкви купил, просто все, бюджета не было на это. Все заплатили, и все. Пусто, просто пусто. И тут вдруг некоторые маленькие вещи, которые нужны были для церкви. Я такой достаю с кармана просто, а за то заплатил, потом еще то приобрел для церкви. И знаете, что интересно? Не проходит и неделя. Бог дает больше, чем в 100 раз. Просто вот так. Раз благословение пришло. При этом вообще я даже не молился. Поймите правильно. Смотрите. Знаете, мой фокус вообще не на том, чтобы, Господи, чтобы пожать, я сею это семье, я хочу в 30 раз, в 30 крат пожать, там в 100 крат. Знаете, я вообще за это не думал. Не думал. Я просто знаю, для Дома Божьего это сейчас необходимо. Я увидел, я сделал, я увидел, я включился сюда. Знаете? И просто Бог, из-за того, что мое сердце было направлено сюда, в благословение Дома Божьего, Бог раз и открыл небо. И Бог говорит, не открою ли я небо. Все. Если ты хочешь просто ходить в благословении, делай то, что Бог тебе говорит в любой сфере. Сказал что-то дать, подойди к кому-то, благослови. Знаете, я иногда мучился. Иногда благословил, потом ходил и думал, Господи, то я сделал, не то. У Наташи спрашивают, я не знаю, я вот это вот подарил человеку, не знаю, то я сделал, не то. Ну как бы возникло желание. Я вот еще на 100% не слышу. Не было крика с неба, подойди и дай, он нуждается. Да какая разница, появилось желание, подойди и сделай. Может, ты этим испытываешь просто? Не испытаете ли меня, Бог говорит, да, там же малахи, просто испытай благословение Божье. Испытай не проклятие, потому что законные законники в Арисе, они начинают проклятием там судить. Нет, вообще. Во Христе Иисусе проклятия нет. Во Христе Иисусе благословение. Но во Христе Иисусе послушание. Если пребудете во мне, и Слово Мое в вас пребудет. Все, то, чего не попросите, сделаю вам. А я верю, что есть сезон, когда ты даже не успел попросить, а тебе приходят. Я замечаю этот сезон. Именно в этом случае, на этой неделе, именно так и было. Я имел нужду, не было денег. Церковь имела нужду, не было денег. Просто вот, определенные вещи нужно было сделать. И просто раз в это время были деньги в кармане. Вот именно столько, чтобы это сделать. Реально. Я вам серьезно говорю. И даже не думал о воздаянии. Это просто свидетельство. И Бог открывает небо и благословляет. И я верю, это жизнь благословения, в которую Бог сегодня зовет всю церковь. Начните жить в послушании. Начните жить под открытым небом. Аминь. Продолжение следует...